добрый день вот я к вам вышла как и обещала хочу вот я уже подготовила фарш ну чтобы тут хлеб намоченный у меня молока не было в воде намоченный хлеб дальше чесночок лук потертый на терке две больших луковицы таких дальше кусочек кусок масла сливочного размягченные тоже туда и яичко и две картошки я труп для крахмала вот ну вот сейчас я еще раз так вот у меня смотрите противень я чуть-чуть добавляю туда масло консоличного вот пришла недавно с магазина только начистила картошки вот наливаю масло чуть-чуть много не надо так как котлеты дадут еще свою это не свинина это говядину свинину тут не найти еще добавлены на чуть-чуть водички туда хотя она там вот я рос по всему размешиваю вот-вот и отставляю мою руки вытираем полотенчиком и забыла начистила картошки забыла залить водой сейчас секундочку на пюре вот уже начищена картошка это на пюре я заливаю водой сейчас я закатываю рукава мне еще все еще немножечко плохо вот я уже более-менее болит голова все еще ну как спала нормально ну так каждые полчаса просыпалась ну так в том что смогла хоть чуть-чуть да поспать поэтому вот я беру и опять перемешиваю вот еще раз потому что я отставляла на час полтора наверно совсем вместе чтобы оно все подружилось и вот так буду сейчас вот так это я обогащаю простите у меня нет тазика может быть где-то найду куплю нету можно по чуть-чуть брать и обогащаю кислородом котлетки будут вкусные вкусные вот сухарей у меня тоже нет так что я буду муки чтобы корочка была я буду муки делать обваливать хочу вам всем поблагодарить пишет мне теплые комментарии кто ставит мне лайки кто подписывается на меня понемножку но и тут подписки уже пятьсот шестьдесят две подписки я думаю совсем скоро мы добьем с вами тысячу прям моя мечта вот я еще раз перемешала попробовала на соль все в порядке для меня в порядке они ждите там добавят так ну вот такой у нас фарш вот такой фарш очень мягкий хорошенький пышный яичко для меня обязательно так как они скрепляют ну кто не делает тут я две картышины туда дотерла на миленькой терочке ну кто не оно само по себе скрепит это крахмал я решила еще яичко сейчас помою руки и берусь так теперь мы будем накладывать мучку у меня еще есть я как всегда вот у меня если что-то делаю обязательно как вывалились а вот так что вот у меня есть немножечко муки мне это хватит я еще добавлю мисочку такая мисочка мне кажется что в котлетах маловато соли ну тут пока хватит поэтому я прям муку добавляю соль так и покажу какого размера делать котлеты может кому-то мало будет ну не так чуть-чуть соли так теперь размешиваю все очень плохо что не видно немножко но ничего я думаю как то все таки плю себе камеру чтобы так ее поставить но чтоб было видно именно сами руки что я делаю так постараюсь так вот теперь беру фарш котлеты делаю не маленькие вот такие вот можете посмотреть вот такие котлетки вот они вот обваливаю мучки их вот так желательно чтоб со всех сторон вот так опа 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 вот так делаю чтоб они хорошенько их скрепить чтоб они значит не развалились вот вот котлетка вот ложим на противень и опять опять такого же примерно ну вы сами видите же сколько хотела сначала показать сам принцип делать фарш но мне кажется любая хозяйка делает по своему я просто показываю как делаю это я то есть сливочное масло кусочек туда размягченного такой хороший ну наверно грамм сто вот дальше две большие луковицы я тру на терке так как у меня нету тут приспособлений дальше так хлеба я взяла у меня такие булки специальные вот такие вот такие булочки у меня нам дают вот я такие четыре взяла разломала и в воде и в муке молока у меня нет соль перец по вкусу с приправами не перебарщивайте вообще соль и перец да и все ну я так делаю а и чеснок и чеснок пять головка чеснока такая средняя вот так делаем котлетки деткам котлетки они придут уже у меня будет готово поставлю сразу же котлеты и поставлю сразу же картошку на пюре еще взяла огурцы у них они и тут и дорогие боже у нас у меня на украине на огороде ветрами раздавала отдавала так бывало так уже уродят огурцы помидоры у меня были вот на огороде я всегда сама вот поливала пацаны мне помогали потом когда подросли вот картошку садили у меня было двадцати сотых под домом картошку садили кабачки садили много у меня гусь очень любили кабачки вот потом что мы садили помидоры огурцы укроп лук зеленый боряки морковь но все было вот смотрите как раньше накопаешь молоденькой картошечки помню вот укропчика туда наваришь укропчика кусок масла и с салатом с свежих огурцов помидор там еще никакого мяса не надо хотя и мясо я же рассказывала вам что я очень много гусей всегда гусей качок уток заводила вот такие котлетки вот вот такие вот ну как очень близко друг к другу вот так где то чтоб расстояние было от них я потом покажу вам вот такие а тут все приходится покупать все огурцы помидоры все идет мясо все это иногда дают нам и то мы же не бесплатно вот мы приходим за продуктами раз в неделю это же не бесплатно 5 евро надо вот мы получаем деньги мы сразу 40 евро снимаем и делим на каждую неделю по 5 евро значит продукты брать это ж такие дела тут уже очень быстро приближается что-то не разваливается у меня так вот прям надо очень быстро приближается осень вот вот такие котлетки сейчас я помою руки и опять потому что верлю когда на руках налевают очень быстро тут приближается осень так что так что надо детям срочно мы как уезжали то мы даже ну как взяли были ботинки именно такие но нужно зимние такие знаете тут очень как сказать очень суровая погода и тут надо вот брать ботиночки тема я видео снимаю там если что тема старший стал темой так вот такие дела вот такие котлеты мы делаем вот разговариваем вот вот можете больше делать котлеты можете меньше делать котлеты вот как кому кто ну понимаете оно же будет запекаться я в духовке и они уменьшатся все равно уменьшатся в размерах раньше когда-то я делала ну сейчас что-то я не знаю делаю можно добавить туда укропа свежего порезать или в серединку в саму я делала сыр добавляла кусочек но я так люблю дети не любят поэтому делаю так вот сейчас я это все сделаю хочу спросить у вас как вы делаете котлеты возьму себе на заметочку кто как делает вот и будем вместе делать а то я вот делаю их же можно их же боже с чего угодно можно делать с рубленых с рубленого куричевого мяса можно делать тоже очень вкусно вот и пошла поехала вот тут можно побольше немножко делать вот так вот такая видите красненько видно давление у меня такая вроде взяла таблетку вот такая еще знаете нож отравления нож не проходит так быстро но несколько дней надо чтоб прошло вроде ела все то же самое что ели дети не могу понять а им ничего а я так так отравилась сильно не могу понять что такое на что у меня так оно такое отравление тёма тебе воды включить на чай у меня любитель утречком копить шоёк сейчас я я снимаю так что включила так ну вот 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 такие котлетки ничего не прерываю прям делаю вот так зачем прервать может кто-то вот тоже сидит один дома бедненький как и я тоже не мочит заняться ну вот со мной можно потрындеть послушать меня как я ну и вот доделываем мы котлеты еще знаете что я забыла поставить духовку так я ставлю сейчас ее на 50 ну я не знаю как у вас у меня значит вот 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 сейчас поставлю 50 градусов на одну полночку она уже вставлю в теплую духовку вот все поставим так вот уже поставлю пока доделываем тут у меня буквально осталось чуть-чуть вот вот такие котлетки побольше вот больше повкуснее вот так даже уже нету места у меня еще две котлеты явно не поместятся будем как-то сейчас место им давать вот так вот еще засунем вот вот доделываем вот вот а вы не болейте болеть не надо вот вчера мне дети купили минералку вот знаете что вот шошу А минералка помогает очень хорошо Очень прям помогает Вы знаете Все, последняя котлетка Вот Последняя У меня тут уже все в муке, а я сама в муке Я всегда так Вот, ну вот Ставим котлетки Вот такие делаем котлеточки Я же еще раз говорю, кто каких Желательно побольше размеров Потому что они все равно Такие усядутся, упекутся Такие поменьше станут Ну вот, сейчас я вам покажу Как у меня получилось Надеюсь, что Вот, сейчас покажу Вот Решила вам Вот так У меня есть такое небольшое видео Сейчас еще раз в муке У меня там беда У меня почищу картошку И бегом-бегом мыть руки Вот, ну я, что-то налипает Или там, вот копали мы картошку раньше с детьми И вот налипнет земля И все, я не могу Вот у меня какая-то аллергия Прямо на это Вот Это я сейчас буду мыть Все Вот, хочу показать вам Сейчас Вену Вот Вот Видите? Катлетки Сейчас посчитаем Они лопнут Они лопнут Ну, ничего страшного Вам же кушать Вашим родным Ну, если вы хотите Значит Они когда Вот такие в духовке Печеные Они такие вкусные Кто Нет них Ни живот не болит Вот это кто Например Худает Там, например Знаете Хочет котлетку Ну вот Пожалуйста Можно съесть Я считаю Можно Сейчас мы ставим Значит Всю там Тупимочку Вот Она у меня уже Тепленькая Так Вот Ставим Тупимочку Вот И Так И я Увеличиваю До Ста И потом Периодически Я увеличу А уже в конце Чтобы они зазолотились А я ставлю На почти Ну там Сто девяносто Двести Они зазолотятся Ну Долго Время Вот Например На моей Туховке Время Я Где-то До часу Я так То делаю Ну Каждый знает Как на своей Туховке Дальше Вытащите Попробуйте В середине Или спекнусь И все Вот Я уже Тут И прибрала Так Все Вот Так Вот такие Дела Вот Так что Всем спасибо Что Посмотрите Моё видео Вот Всех люблю Это не последнее Моё видео Вареники Как я обещала Так и будут Для меня Просто решила Почему-то Дети Просят Котлеты Печёные С пюре Ну Пришлось Так Дети Наши Цветы жизни Наши Бриллианты Так что Мы всё Делаем Только для них И живём И живём Мы тоже Для них Потому что Если бы Не было Детей Ради чего Мы жили Ради себя Ну это же Скучно Кто нам Поднесёт В старости Стакан воды Так что Всем Хорошего Мирного Солнечного У нас даже Солнышко Появило Солнечного Дня До встречи Пока-пока А на выходе Я сниму И покажу Какие бы Котлеты Получились Вы так Извините Что я такая Пушая Так что Я и так Еле стою Ещё Ещё очень слабая Так что Не болейте